Сегодня мы подводим предварительные итоги работы нашей Конституционной Комиссии. Позади месяцы напряженного труда, большой работы, споров, претензий друг к другу. На наш призыв принять участие в разработке новой редакции основного закона откликнулось огромное количество людей, в том числе общественное объединение. Вам пришлось детально изучить все предложения, инициативы, проанализировать мировой опыт государственного строительства, изучить современные тенденции развития конституционного законодательства. Это, безусловно, большая работа. В связи с этим я хочу поблагодарить всех членов Комиссии за ответственный подход к делу. Неравнодушие, искренность и вовлеченность. Я очень внимательно следил за процессом, слушал ваши выступления в средствах массовой информации, словом, был вовлечен в то, чем вы занимались на этом этапе. Можно констатировать, что есть вариант проекта основного закона страны. Отмечу системный характер предлагаемых изменений. Они затрагивают практически все разделы Конституции, начиная от преамбулы и заканчивая заключительными положениями. Поправки направлены на то, чтобы сделать наш основной закон более современным. Сразу скажу о том, что мне импонирует в предложенном проекте. Закрепление в Конституции ценностных ориентиров общества, в том числе сохранение исторической правды и памяти о подвиге белорусского народа, особенно в годы Великой Отечественной войны. На мой взгляд, это абсолютно правильно. Именно патриотизм и историческая память делают нас действительно одним народом и единой нацией. Если мы в Конституции акцентируем внимание на этом, ну давайте так по-житейски говорить, это нам не помешает. Это не будет противоречить нормам и принципам вообще, юриспруденции в большом смысле слова. Второе. Вы верно предлагаете оставить незыблемыми конституционные принципы, направленные на обеспечение суверенитета и территориальной целостности Беларуси. С ними мы состоялись как нация, как суверенное государство, о котором наш народ мечтал столетиями. Третье. Предлагается в основном законе сохранить преемственность социальной политики государства и даже повысить уровень социальной защищенности граждан. С этим я согласен. Это соответствует государственному курсу, который поддерживает большинство граждан страны. Но вот тут есть опасность скатиться к льготированию всего и вся. Вот этого допустить нельзя. Ни в коем случае. Новая Конституция должна предоставить, если это возможно, по сравнению с этой, большие возможности для самореализации наших людей. Наши люди очень привязаны к государству и считают, что государство должно делать все. Большинство граждан, не все, большинство. От ремонта заборов до строительства жилья. Если так откровенно говорить. Поэтому вот социальная защищенность – это не есть расширение льготирования. Убежден, что белорусы позитивно воспримут предложение комиссии о закреплении гарантий пенсионного обеспечения, поддержки семей с детьми, ценности семьи и брака, равных возможностей для лиц с инвалидностью. 4. Предложено сделать политическую систему страны более гармоничной и сбалансированной. Именно сбалансированной. Перераспределив полномочия президента, парламента, правительства, других органов власти и структур. Установив конституционный статус Белорусского народного собрания и Центризбиркома. 5. Также предложено расширить гарантии судебной защиты прав граждан. Проработано практически все, о чем мы стали говорить задолго до начала работы Конституционной комиссии. Тем не менее, не могу не остановиться на спорных моментах. Я не нашел переходных положений, дающих ответы на вопросы, как будут действовать органы власти после принятия Конституции. Если это из Конституции не вытекает, нам предстоит доработать в этой части. Переходные положения должны быть, чтобы не образовался какой-то вакуум. Как будет формироваться Всебелорусское народное собрание? Вы предлагаете уполномоченного по правам человека, как он будет работать? Конечно, можно отослать все к законам и подзаконным актам. Это тоже нормальная технология. Но желательно, чтобы фундаментальное было закреплено в Конституции. В проекте не предусмотрены декреты. В таком случае, что будет уже с изданными. Но они приняты до Конституции. Законы их перенесем, в конце концов. Я не думаю, что это большая проблема. Но, тем не менее, специалисты говорят, что здесь есть вопрос. Нет ответа, каким будет механизм проведения выборов в единый день голосования при досрочном распуске палат парламента. Конечно, это не все проблемные вопросы. Поэтому мы собрались их значительно больше. Одним словом, нам есть что обсудить. Мы должны бережно и рационально отнестись к предложениям, которые по тем или иным причинам не учтены в подготовленном проекте Конституции. Кроме того, убежден, что поступит предложение и в ходе всенародного обсуждения. Будет правильным, и это абсолютно точно, если последующей дошлифовкой проекта Конституции после наших встреч займутся эксперты-юристы, которые в сжатые сроки доработают текст, с учетом результата обсуждения устранят юридические противоречия. Не думаю, что юристы должны работать в одиночку. Здесь должны быть опытные люди, особенно управленцы. Конституцию ни один юрист не напишет. Это должны быть практики, люди от жизни, чтобы юристы, обсудив те или иные вопросы, могли их сформулировать правильно юридически. Важно, чтобы вся проводимая работа по конституционному строительству стала основой для консолидации белорусского общества, заложила прочный фундамент правовой для развития страны на перспективу. Уверен, так и будет, потому что окончательное решение примет народ. Как я уже говорил, референдум состоится не позднее февраля будущего года. Поэтому, отвечая еще раз на этот вопрос, хочу сказать, что разные точки зрения существуют в обществе и особенно среди людей, которые очень многое сделали для становления этого государства. Я уверен, что почти 100% за этим столом сидят такие люди. Но есть люди и другие, которые считают, что нам референдум не нужен. Мы должны идти тем путем, который идем, и Конституция этому не помеха. Это не принимается. Не принимается. Мы пообещали провести референдум по Конституции. От нас требовали пираменов. И не только пираменов. Мы сами понимали, что суть жизни и состоит в том, чтобы постоянно меняться. Только на пользу должно быть. Перемены – это не ломка, не слома, это эволюционное развитие. Конституция нужна, потому что нужны нормальные движения вперед. Ну, будем подразумевать это как перемены. И это разумно, когда мы перемены осуществляем не с бухты-барахты, а основываясь на фундаментальном. Это все должно быть законно. Самое главное – мы должны четко отвечать, когда берем проект Конституции в руки, на вопрос. Зачем мы это делаем? Второй вопрос – кому это надо? Первый вопрос тесно связан со вторым. При этом ответа на вопрос, что не нужно это и не нужно делать, отпадает. Мы договорились. Конституцию мы должны усовершенствовать. Как бы хороша она ни была, ее надо усовершенствовать. Потому что процессу совершенствования нет предела. Я вам посоветую, когда вы дотрагиваетесь до проекта Конституции, думайте о своих детях. Потому что им жить. Ну, и мы еще умирать не собираемся. Поэтому думайте о своих детях. Сегодня новое время. Сегодня ситуация иная. Мы после прошлого года понимаем, что их допустить к власти нельзя. Потому что это не только нас ликвидирует, уничтожит страну. Поэтому Конституция новая должна учитывать эти нюансы. И это больше будет относиться к органам власти, их полномочиям, функциям. Продолжение следует...